У нас очень интересный доклад, самые новые данные по материалам АСКО 2016 года «Системная терапия при раннем раке молочной железы» и делает его Татьяна Юрьевна Семиглазова. Пожалуйста, Татьяна Юрьевна. Глубоковажаемые президиум, глубоковажаемые коллеги, позвольте всех поприветствовать на оставшем уже традиционном втором Санкт-Петербургском онкологическом форуме. И актуальность данного сообщения, безусловно, не вызывает сомнений. И, конечно, когда я участвовала на АСКО, и, безусловно, у меня были большие ожидания от этого события, поскольку я верила, что эра иммунотерапии наконец-то и наступит для рака молочной железы. Но именно эра ингибиторов Checkpoint, она, безусловно, настала. Но она настала пока не для рака молочной железы. Ведется тестирование на чувствительность к иммунотерапии, изучаются маркеры на чувствительность к иммунотерапии буквально всех солидных опухолей. Но по-прежнему... Да, еще нашла интересное исследование, с удовольствием его прослушала, когда все-таки проанализировали, а эффективна ли вакцинотерапия у больных ER2-позитивным раком молочной железы, и особенно у больных ранним раком молочной железы. И результаты исследования показали, что нет статистически значимых различий, клинически значимых различий без рецидивной выживаемости. Поэтому на сегодняшний момент иммунотерапия, а мы имеем три зарегистрированных препарата, эпилибумаб, пепролизумаб и отелизумумаб, они, безусловно, эффективны для меланомы. Пожалуй, это действительно новая эра в лечении данного заболевания. Большой прогресс виден для лечения больных лимфомой Ходжкина, для немелкоклеточного рака легкого, рака почки. Но вот всё, что касается рака молочной железы, пожалуй, лишь только метастатический трижды негативный рак молочной железы для нас представляет наибольший интерес. Но завтра Илья Владимировна Артамоновна на конференции, посвященной индивидуализации лекарственного лечения, прочтёт на эту тему доклад. Очень много вопросов, которые по-прежнему требуют ответов, но мы их пока не знаем. Но то, с чего начался мой первый день на АСКО, это фраза, которая признана ключевой. На этом событии именно то, что освещалось по раннему раку молочной железы. Умеренная доля юмора онколога во время приёма расценивается больным как признак хорошего прогноза. И по-прежнему, по рекомендациям АСКО 2016 года, пока нет других биомаркёров, кроме рецепторов эстрогенов, прогестерона, эпидермального фактора роста второго типа, ну и, безусловно, маркёров пролиферации, будь то КИ-67, определяемые иммуногистохимически, или наши патологи нам дают степень злокачественности. И, безусловно, нет других классических маркёров, которые бы нам позволяли определяться нашей тактикой. И решение о лечении должно учитывать стадию заболевания, сопутствующую патологию, предпочтение пациентов. На настоящий момент, то, что касается системного лечения раннего рака молочной железы, все те рекомендации, которые были представлены на Сангалине, они экстраполируются, и, по сути, всё АСКО было по анализу тех клинических исследований, метаанализу тех исследований, которые были проведены к настоящему моменту. Ничего нового, революционного, такого, что могло бы изменить нашу тактику в лечении наших пациентов, не произошло. Хотелось бы только сказать, и это прошло такой красной чертой на протяжении всего АСКО, что для больных трижды негативным раком молочной железы, хоть в неодюванте, хоть в одюванте, по-прежнему антрациклины и токсаны являются определяемой, значимой опцией в лечении, поскольку нет по-прежнему абсолютной доказательной базы. Единственное, что вот, когда на Сангалине проголосовало только лишь 54%, о возможности включения препаратов платины для лечения пациентов в неодювантном режиме. Остаются прежними рекомендации для хирпопозитивного рака молочной железы. Пожалуй, вот то, что я говорила, когда пока нет ничего нового, пытаются проанализировать всё то, что получено в настоящий момент. И это касается максимальной длительности в одювантном назначении антиэстрогена, в частности, тамоксифена пятилетнего, насколько всё-таки целесообразно назначать его до 10 лет, и целесообразно ли ингибиторы ароматазы назначать длительностью до 10 лет. И достаточно большое исследование было проведено, это большой метаанализ, включивший более 91 исследования. Суммарно это составило порядка 45 тысяч пациентов. И здесь было чётко показано, вот тогда, когда пациенты получают тамоксифен, они защищены от проявлений болезни. Но как только действие препарата, как только подавление вот этой ловушки, рецепта на поверхности ядра опухолевой клетки прекращается, возникает и возрастает. Посмотрите, чем больше времени произошло с момента окончания терапии тамоксифеном, тем большая вероятность возникновения рецидива, причём при опухолях, казалось бы, крайне благоприятных, Т1Н0. И, соответственно, исследователями был сделан такой вывод, что женщины живут в среднем 80 лет, а вообще человек должен жить как минимум 120 лет. И, как правило, женщины, даже больные люминальным раком молочной железы, не погибают от этого заболевания, а чаще всего это именно сердечно-сосудистые проблемы. И хоть мы имеем небольшой выигрыш и снижение риска в 14%, то, к сожалению, частота тех побочных эффектов, которые возникают на фоне антиэстрогеновой терапии или же ингибиторов ароматазы, к сожалению, не даёт нам абсолютного права всем буквально назначать длительностью до 10 лет. Будь то антиэстрогены или же вот исследование, которое было проведено, тоже достаточно большое, и проанализировало, надо ли прекращать назначение ингибиторов ароматазы, как только заканчивался длительность 5 лет. Оказалось, колоссальное количество побочных эффектов, которые значимо ухудшают качество жизни. Ведь нам всем хорошо известно, назначая ингибиторы ароматазы, у пациентов разряжается костная плотность. Пациенты, которые получают ингибиторы ароматазы, раз в полгода должны обязательно получать остеомодифицирующие агенты, будь то золидроновая кислота или ингибиторы антиранклиганта, почему? Потому что если пациентам не назначат эту терапию, то в 30% случаев данной категории больных на фоне ингибитора ароматазы у пациентов разовьется патологический перелом. А сам по себе единственный патологический перелом сводит на нет все наши колоссальные затраты и успехи. Пациент с высокой вероятностью может погибнуть, к сожалению, от патологического перелома на фоне осложнений. Поэтому если мы и назначаем пациентов ингибитора ароматазы, даже длительностью 5 лет, то мы должны обязательно в профилактическом режиме назначать остеомодифицирующие агенты. Эти пациенты подлежат наблюдению, шикарно, если остеопаролога или же хотя бы он докринолога, и получают, безусловно, витамины D в дозе 400-800 международных единиц в комбинации с препаратом кальция 1200-1400 мг. И все эти рекомендации отражены в том пакете знаний, которым мы сейчас обладаем. И в основе всего лечения раннего рака молочной железы лежит мультидисциплинарный подход. Причем он начинается с момента того, как пациент появляется в клинике. И вот эта вся возрастающая сложность схем лечения появления новых знаний. Нас загружают огромным количеством генетических данных по генетике, по иммунологии. Подчеркивает значимость мультидисциплинарной команды специалистов на всех этапах ведения больного о диагностике противоопухоли лечения до поддерживающей терапии. Когда мне говорят, Татьяна Юрьевна, а какое лечение назначить пациенту, при этом говорят, в нашей клинике нет возможности определить иммуногистохимический портрет опухоли. То есть, по сути, как бы мы ни говорили о таргетной терапии, как бы мы ни смотрели далеко в космос и ни мечтали о иммунологии, если в клинике не существует грамотного патолога или не существует лаборатории, то на нет будут сведены все ваши старания вылечить этого пациента. Потому что именно мультидисциплинарный подход подразумевает слаженную работу хирурга, который видит это пациент и обязательно определяет и выполняет иммуногистохимическим исследованием у патолога. Это и врач лечевой диагностики, который сможет проанализировать эффективность проводимого лечения всеми доступными методами. Это и маммография, ультразвуковое исследование с контрастом, магнитно-резонансной томографией. Безумные возможности раскрываются. С скинированием, с азотопом, который также дает возможность определить эффективность неодевантной химиотерапии. Безусловно, это грамотный радиолог. В одном учреждении это все должно быть, а не так, что в одном месте назначают другое. Реабилитолог, а сюда включают уже и эстетическую реабилитацию женщины. И сюда должен пациента консультировать и остеопаролог, и кардиолог. На самом деле это колоссальная проблема. Но, безусловно, в основе всего это лежит ответ на проводимую терапию, если это касается неодевантной терапии. В нашей клинике долгие годы использовалась оценка пятиступенчатая по Миллеру-Пейну. Сейчас во всем мире идет переход на систему RCB, которая совершенно четко дает корреляцию между первой и отсутствием ответа на проводимое лечение второй и третьей степенью ответа. Как для опухоли, гормоночувствительной опухоль по сравнению с остальной подгруппой в отношении безрецидивной выживаемости, так и в отношении к трижды негативному раку, в отношении к общей популяции. Достаточно перспективная методика оценки патоморфологического ответа. И патологи достаточно легко могут этой системе обучиться. И существуют также иммунные сигнатуры оценки патоморфологического ответа. За ними будущее тоже достаточно интересное. В связи с ограниченностью времени, позвольте мне не останавливаться на них. И то, что касается рака молочной железы, херда позитивного рака, все те рекомендации, которые были, они остаются прежними, поскольку большие надежды вкладывались. Давайте-ка моим уноконьюгат соединим спиртозумабом, который блокирует двойную блокаду. У нас должен быть совершенно фантастический результат. А нет, оказалось, что минимальным. То есть оказалось, что комбинация пиртозумаба с тростозумабом классический вариант наиболее эффективна. Добавление ТДМ к пиртозумабу результата нам не дало. И по-прежнему, значит, минимальным стандартом лечения херда позитивного рака молочной железы является комбинация токсанов с тростозумабом в неодеванте. То, что мы не добрали, мы заканчиваем в одеванте. И максимальным золотым стандартом на сегодняшний момент является комбинация пиртозумаба с тростозумабом с доцитокселом или с баклитокселом в неодеванте. Опять-таки, то, что мы не добрали, здесь достаточно четырех циклов данной комбинации, то, что мы не добрали, в одеванте больные получают тростозумаб. И опять-таки, меня это вообще фантастически потрясло, порадовало. Новые молекулы, перспективные препараты, которые могут быть использованы в лечении рака молочной железы. Палбоциклип, но это понятно, Эверолимус, Метфармин. Вы не поверите, кто вырос в НИИ онкологии, знает, что очень долгие годы этой проблемой в нашей клинике занимаются. Почему? Потому что, в принципе, именно этот препарат, как и мелатонин, они влияют и являются своего рода, способствуют профилактике так называемой резистентности ДНОВА. Вот видите, даже в многих исследованиях, это еще 2012 год, Метфармин, он воздействует не только на инсулиновые факторы роста, но и этот злополучный Пиатрике МТОР сигнальный путь. И что я хотела сказать, к чему я подвожу, и что я очень горда за свой институт, как всегда, что комбинация Метфармина, что Метфармин не только является антидиабетическим препаратом, но это еще и препарат, который обладает противоопухолевым эффектом, независимо, есть ли у больного сахарный диабет или нет. И блестящие работы Льва Михайловича Берштейна на эту тему длительное время в нашем институте изучается на приклинической, на клинических, а я вам дальше покажу и клинические исследования, которые мы проводим и зарегистрировали в системе современных клинических исследований. Более того, мелатонин, пожалуйста, нейрогормон, о котором сейчас много говорят в отношении потенциирования эффекта гормонотерапии, химиотерапии для рака молочной железы, он регулирует циркадный ритм различных систем больного, иммунной системы, да каких угодно систем, и вот это исследование преклиническое, которое мы провели с Владимиром Николаевичем Анисимовым, с его командой, мелатонин усиливает противоопухолевый эффект доксурбицин на модели, перевиваемой опухоли Эрлиха у самых мышей, а Эрлиха это та самая мишень, которая, то есть опухоль Эрлиха, она когда-то перевивалась из опухоли рака молочной железы. Не буду останавливаться подробно на цифрах, поверьте, так оно и есть, действительно, мелатонин на преклинике усиливает противоопухолевый эффект доксурбицин на модели, перевиваемой опухоли Эрлиха. И то исследование, которое еще в прошлом году, на самом деле, на все руки не доходили, а поверьте, надо всегда все исследования рано или поздно регистрировать в международной системе Clinical Triumph Gov. И вот одно из исследований, когда мы комбинируем с гормонотерапией, с антиэстрогеном, таремифеном, мы больных рандомизируем на три рукава, системная, через компьютерная, с системой рандомизации, коллеги, которые присутствуют в зале, подтвердят, мы официально рандомизируем этих больных, и больные получают либо таремифен, либо таремифен в комбинации с мелатонином, либо таремифен в комбинации с метформином. Но сейчас уже оказалось, что эффект таремифена действительно дозозависимый. Не хватает этих 60 мг для того, чтобы получить регресс опухоли, но поверьте, у всех пациентов, которые получали на таремифен, у них у всех снизился маркер пролиферации КИ-67, а для больных гормоночувствительным раком молочной железы не полный патоморфоз, который практически не достигается, а именно снижение маркера КИ-67 является показателем эффективности. Но нам надо увидеть, мы хотим увидеть, как эта опухоль уменьшается, особенно на неодеванте. Это важно для наших больных, для их качества. И вот гипотеза, что увеличение таремифена до 120 мг даст желаемый эффект, и наши хирурги наконец-то увидят, как эта опухоль уменьшается в размерах. Еще одно исследование, которое также было зарегистрировано в этой системе, когда мы обыкновенную химиотерапию назначаем либо в монорежиме, либо опять-таки мы назначаем ее в комбинации с метформином, в данном случае это СИАФОР, дважды в день, либо мы назначаем химиотерапию по схеме ФДЦ в стандартном режиме с мелатонином. Какие будут результаты, надеюсь, что в следующем уже году мы сможем ими поделиться. И таким образом, к сожалению, а может и к радости, может и к счастью, пока нет других маркеров, кроме эстрогена, прогестерона и ХЕР-2, решение в лечении должно учитывать стадию в заболевании сопутствующей патологии предпочтения пациентов. И об этом еще говорил основоположник отечественной медицины Николай Николаевич Петров, что больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личной случаи. И мы сегодня празднуем, будем точнее в декабре праздновать его 140-летие. Благодарю за внимание.